Привет, девчонки! Сегодня я хочу вам показать то, как я оформляю свое лицо. Так как в основном в макияжах, когда я делаю какие-то макияжи, видео, то я как-то упускаю вот эту часть, как я наношу тональную основу, как я там делаю скульптурирование. Сегодня я вам покажу полностью, как я оформляю свое лицо. Это не каждодневное мое оформление лица, так как здесь, в принципе, собрано очень много таких моментов, очень много скульптурирования, поэтому каждый день я немножко проще делаю, то есть без каких-то таких сложностей, чтобы все было быстро и легко. Но вот этот вот образ, в принципе, который у меня сейчас, он достаточно дневной, у меня нету никаких теней, у меня ничего на глазах такого нету, кроме базы и туши для ресниц, блеск на губах, румяна, и, в принципе, вы можете идти куда хотите, гулять, в магазин, даже в офис, на работу. Это достаточно дневной образ, который подойдет каждой девушке на каждый день. Если вам интересно, как я оформляю свое лицо, то приступим к просмотрам. Начинаю с нанесения тональной основы. Сегодня я буду использовать основу от Clinique, в такой вот баночке, третий номер ванила. Ее я люблю наносить кистью, вот такая вот плоская кисть от фирмы QVC, и очень удобная. Я вытавливаю основу на руку, так, чуть-чуть переборщила. Она такая, достаточно жиденькая, и вот так вот на кисть набираю и наношу потихоньку. Вот для этой тональной основы вот эта кисть очень хорошо подходит, потому что она хорошо набирается на кисть и хорошо ложится. То есть хорошо растушевывает эта кисть всю тональную основу. Никаких разводов, ничего такого не получается. Также я прорабатываю нижнюю часть, то есть даже спускаясь немножко на шею, чтобы не было видно каких-то четких вот этих вот неприятных границ тональной основы, чтобы не было здесь, знаете, такого развода. Я вот так всегда спускаюсь вниз. Также уши я вот здесь вот немножко прорабатываю. Далее я беру какой-нибудь корректор или консилер. Сегодня это будет BB консилер от фирмы WoW, такой зелененький. Его, кстати, я наношу и под глаза, и на какие-то высыпания, потому что он хорошо маскирует всякие там прыщики, какие-то такие покраснения. И далее я использую кисть. Кисть у меня для консилера. Я храню вот в такой вот защитной пленке. Кисть от MAC 195, плоская для консилера. Мне она очень нравится. Ей очень удобно растушевывать и разносить вот так вот консилер по лицу, под глазами. Затем я наношу свой крем от Ariflame с мелкими частичками. Наношу вот в эту вот скуловую зону, в принципе, только. Крема нужно совсем-совсем немножко. И вот такими вот похлопывающими движениями, немножко я даже под бровь хожу, я его разношу по лицу. Ну вот, собственно, вот так вот выглядит. Совсем чуть-чуть этого крема, хотя банка у меня достаточно такая большая. Девочки, крем, правда, не знаю, как называется. Здесь вообще ничего нет. Вот он вот такой вот, такой есть. Далее поверх этого всего я могу припудривать. Иногда я не припудриваю, но сегодня мы будем по полной программе, в общем, припудрим. Это пудра от Seventeen, номер Natural Beige. Я буду использовать спонжик, который входил. Даже припудривая вот эти вот, если места, то пудра совершенно не затмевает вот этот вот блеск крема, который мы до этого нанесли. А смотрится наоборот еще более деликатно. В общем-то, пудру я наношу, в принципе, только на Т-зону. Вот так вот на лоб немножко разношу ее. Вот, чтобы кожа немножко меньше жирнилась в течение дня. Далее мы будем оформлять наши брови. Для бровей я использую карандаш от Пупа второй номер. У меня такой уже, он темно-коричневый, такой вот небольшой огрызочек остался. И щеточку. Где моя щеточка? Щеточку для бровей. Где щеточка? Вот она. И щеточку для бровей будем использовать. То есть сначала я так вот причесываю немножко брови, потом наношу карандаш. Затем можно использовать гель для бровей. У меня это гель от Essence. Щеточкой, как у туши. Иногда я использую гель, иногда нет. Ну, в принципе, вот этот неплохой гель. Достаточно неплохо держит брови, не смывается. То есть течение дня никуда он там не исчезает. Не знаю. Нормальный такой гель. Далее я делаю скульптурирование лица с помощью бронзатора от Too Faced. И вот такой вот небольшой кисти. В принципе, она подходит для румян. Также она мне нравится для скульптурирования. Начинаю я со скульптурирования обычно лба. То есть по росту волос я затемняю наши участки. Далее я также затемняю нижнюю часть лица. Немножко вниз так спускаюсь тоже. Чтобы все достаточно естественно смотрелось. Никаких границ у нас не было. Ну и далее, конечно, делаем рыбку. И по скуловой части вот этой вот прорисовываем такую линию. Эту линию я растушевываю немножко вот сюда вот вверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я беру такую кисть растушевочную от МАК 224-ю. И вот последнее время я что-то полюбила еще делать скульптурирование носа. Делаю это я вот так вот на вот этих вот частях. То есть вот здесь вот я немножко вот так вот затемняю. И кистью вот этой очень хорошо прорабатывает такие зоны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я беру опять-таки пудру от Севентин. Так как оттенок достаточно светлый, такой натуральный, то я этой же растушевочной кистью я немножко высветляю вот здесь вот спинку носа. Также вот в этой области я немножко делаю высвечение, так сказать. И вот в этих вот местах добавляю сюда этой пудры. Так будет взгляд казаться более такой свежей, отдохнувшей. И даже сюда. Это немножко будет увеличивать наши губы. Вот. Но это уже прям скульптурирование, знаете, по полной программе, что называется. Затем я наношу какую-нибудь базу под тени. Например, сегодня это база от Эссенс. I love stage. Достаточно такая жиденькая. Ну, она, кстати, неплохая. Может быть, по стойкости она не такая хорошая, но вот по липкости, по прилипанию тени она, конечно, очень хорошая. Вот. С помощью этой базы мы также выровняли цвет нашего века. Ну, собственно, далее я беру черный карандаш. Я его немножко тут еще подточила. Это карандаш от фирмы WoW. Oversight Smoky Eyes. И с которой стороны есть такая вот точилочка. Ну, точилочка, в принципе, неплохая. Конечно, очень остро она не затачивает карандаш. Но, в принципе, хорошо, что вообще затачивает. Потому что большинство таких вот автоматических карандашей они проигрывают именно в том, что их сложно заточить. Вот. Ну, я просто прорисовываю линию роста ресниц. В основном у внешнего уголка глаза, во внутренний я очень редко захожу. Ну, и затем я наношу какие-нибудь любые румяна. Сегодня пусть это будет румяна от Nars. Супероргазм. В таком вот они оттенке. Они с блестками. Плестки эти отдельно, так скажем, от румян. Они, ну, имеют свойство, то есть, так рассыпаться, падать по лицу. Куда-то они деваются. Вот. Румяна мы не наносим слишком низко, чтобы они сюда, то есть, когда мы улыбаемся, поднимаются щечки, а потом опускаются. Их взгляд получается потом такой тяжелый. И с возрастом, если мы будем слишком низко наносить румяна, то лицо будет как-то казаться более старше, и оно такое будет спадать вниз. Поэтому, конечно, лучше наносить румяна куда-нибудь повыше. Вот в эту вот, вот в эту вот часть. Мне кажется, это будет самое правильное. Также немножко я вот так вот пройдусь остатками. Вот. Ну, иногда я наношу под бровь немножко румян. Если я не делаю какой-то такой макияж, например, как сегодня. Сегодня мы просто оформляем лицо. Вот. В принципе, можно еще нанести тушь. Тушь я нанесу от Clinique. У меня вот такой вот пророчек. Height Impact Mascara. Не очень хорошая тушь. Такая вот у нее достаточно большая вот кисть. У меня немножко нанесу. На ресничке. Вот так вот я оформляю свое лицо. В принципе, это полное такое оформление. Я имею в виду, когда я собираюсь на какие-то праздники, какие-то мероприятия, то, конечно, я делаю вот что-то такое подобное. И скульптурирование носа, и бронзатор, и пудра. В общем, целый набор такой. Но если это какой-то обычный такой будничный день, куда-то там на работу, еще что-то, я могу обочить без каких-то таких тонкостей. И просто нанести там основу или просто пудру, румяна. В общем, не заниматься таким полным скульптурированием, нанесением там крема Арифлейм на эти зоны, на скуловые зоны. Вот. Но если это праздник, то да, это выглядит именно вот как-то так. Но при этом вот то, что я сделала сейчас, вот этот вот образ у меня на лице, то есть я считаю, что он достаточно законченный. Вот так вот можно спокойно выйти на улицу. У меня нет никаких теней, никаких подводок. То есть на слизистые у меня ничего нет. У меня только лишь маскара, тушь для ресниц и какой-нибудь блеск для губ. В общем, румяна, все есть. Поэтому я считаю, что это достаточно подходит для дневного макияжа. Вот и все, что я вам хотела сегодня показать. Всем большое спасибо за внимание и просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok